Так, вторая часть семинара по шаблонам проектирования. Формат семинар, то есть я просто рассказываю какие-то интересные штуки, на которые стоит обратить внимание. Первое, что мы рассмотрим, это шаблон ДА. Я в прошлый раз говорил, еще раз повторюсь. Есть два подхода к шаблону. Первый, скажем, такой бюрократический, когда просто взять книгу от автора, заучить ее и только ей следовать. В таком случае, то, что рассказывают, наверное, не совсем, может, правильные реализации шаблонов или не совсем эталонные, не совсем поучимые. Но это то, что есть в ЖДК. Есть второй подход к шаблонам, который, если внимательно читать книгу по шаблонам, там вначале так и сказано, что в шаблоне самое главное название, потом, не помню, как называется раздел, там из двух предложений, в чем он заключается, а потом просто они привели пример. То есть примеров, может быть, много. Поэтому, если на этот пример сильно внимания не обращать, то оказывается, что шаблонами достаточно серьезно заполнен мир. Итак, у меня второй подход. То есть, собственно говоря, я не совсем с медленной экономической книги, меня интересует, какую пользу я могу получить. Так, шаблон и таранок. Вот, я кратко повторюсь по своим лекциям, которые есть на видео на ютюбе. Я рассказываю так. Есть такой тип данных, ну не тип данных, непонятно что, а массив. Да, ну массив чего-то. А про массив пайп. Чтобы быть совсем корректным, это, наверное, конструктор типа. Берем тип, имеем какой-то тип, да, представляем квадратные скобки, получаем новый тип. Можем еще раз представить еще новый тип. То есть, можно сказать, что массивность – это такой конструктор типа или операторный тип, который из одного типа делает другой. Итак, неважно, есть у нас массив байп. На что можем обратить внимание? Первое, что массив байп допускает и чтение, и запись. Второе, это что у него произвольный доступ, рендом аксессор. Да, то есть я легко могу взять, например, там есть какой-то array, array 125, 7, 36, 9, 2, равно 7. У меня произвольный доступ. Я сейчас взял, записал вот в эту ячейку 7. И произвольный доступ на чтение. Я могу сказать, какой-то у меня тут байтовский x равен, тоже r, и тут какой-то жуткий индекс взять, и все хорошо работает. В большинстве языкового программирования есть тип данных массив. Откуда он берется? Массив – это фактически просто-напросто доступ к памяти компьютера. То есть на сегодня текущие аппаратные платформы так реализуют память, что у нас она открыта, в общем-то, и на чтение на запись, и у нас произвольный доступ. Просто так сделана микросхема. Микросхема так сделана, что, в принципе, ей адресовать первую ячейку, последнюю или середину из гигабайта, то есть все равно. Ну, технически там скорость может в несколько раз, ну, может, в один-два раза меняться, завести от чего-то. Ну, в принципе, это random access. Но оказывается, что это слишком сложно, слишком... Это работает, по большому счету, только для памяти. И в некоторых случаях нам нужно что-то поменьше. Поменьше. Например, гетерат. Похожая на него штука – это input string. Java-io input string. Похожая на него – это ридер. Java-io input. Похожая на него – data-io. То есть Java-io. Похожая на него – и Java-csql – это разансен. Когда я сходил в базу данных, посадил, например, select, назад я получаю экземпляр какого-то неизвестного класса, который, например, гетератзал цикл. Итак. Эти штуки некоторые предоставляют больше, но они все как минимум предоставляют. Следующее. Чтение, а не чтение записи. И не random access, а более слабое – последовательное. То есть мы можем что-то не читать, писать и в любом месте, а можем что-то только читать и только последовательно. Нулевую ячейку – первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и так далее. Откуда это берется? Во-первых, она нам только этой нам. То есть, например, интерфейс и тиратур. Используется в цикле forage. Да, если у нас есть какой-нибудь лист чего-нибудь, типом t. То мы можем написать, начиная с java.5, for какой-то t, lm, две точки, этот лист. И здесь, значит, этим l пользоваться, этим e пользоваться и что-то с ним делать. То есть они просто-напросто добавили синтаксический сахар, упростили. Да, это работает только для тех, кто имплеметит интерфейс iterable, у которого есть этот итератор, который возвращает итератор. Поэтому эта конструкция будет работать даже по нашим кастомным типам, если мы проделаем такой же трюк, как и коллекция. Собственно, я подметили, что люди чаще всего используют цикл, не чаще всего, но достаточно часто используют цикл for, где берут k равно 0, k меньше, чем трата там, там, размер, k плюс плюс. И просто, чтобы это упрости, сделали вот так. Там есть пару, конечно, особенностей, но одна из них, например, что rList-у все равно, а lList-u не все равно. Скажите, почему lList-u for each неэквивалентен классическому for, k равно 0, k меньше list-size, k плюс плюс. List-ed-k. Любая версия, все равно, у вас в камеру нет. Ну, потому что же у нас есть кастя, для вопроса дела, и должен попасть, если у нас нет. Ну, lList-u является implemented-u. У lList-u есть метод get по индексу. Он, lList-u его получает, когда я его вызываю, он так и возвращает к от элементу. То есть он работает, он есть, и он работает. И вход мысли правильный, но как бы вы не довели до конца. И lList-u и lList-u являются листами. У листа в интерфейсе есть метод доступа по индексу. Get, cut, element. Ну, я имею в виду, что в памяти как это реализовано, что lList-u был в памяти, а lList-u есть, как-то же просто... Ну, то... А в чем сложность? Да, сложность в этом, но в чем именно? В том же лList-u вы получили по индексу, это как-то делается значительно проще, а в lList-u нужно пройти по всем ссылкам, чтобы получить этот элемент. Да, правильно. LList-u представляет собой внутри двусвязный список. На него хранятся фактически ссылки только на хвост и на голову. И доступ к этому элементу реализуется очень сложно. То есть, собственно говоря, время доступа зависит от k. Если k примерно серийного массива, то время доступа жуткое. Ну, если выразить таток через O большое, то у RList-u доступ вот так выглядит. А у lList-u, O от N, вообще говоря. То есть время доступа по произвольному индексу для RList-u стоит в единицу. То есть пропорционально какой-то константе. А время доступа по произвольному элементу к lList-u пропорционально размеру листа. В худшем случае. То есть нам надо взять голову или хвост и идти next, 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 next. Добежали, взяли. Поэтому, когда мы, например, перебираем перебор элементов LList-u через forEach, будет намного быстрее, чем перебор через классический цикл. То есть оказывается, что, в общем-то, LList-u просто устроен идеально для того, чтобы быть итератом. Да, итератор, кто не помнит, интерфейс, у которого есть методы next, который возвращает более has, next, который возвращает какой-то тип t, итератор, гумилифицирован t, и метод RList-u, который не обязан вообще итератор реализовывать, только если он позволяет через LList-u. Хорошо, да, сегодня разыграем меньше призов, две футболки. Кого не устраивают в футболки, я сегодня не привелся, скажите, я передам на кафедру или куда вам передать книги по шаблону. Итак, хорошо. То есть просто-напросто созданы типы, которые позволяют пройтись в одном направлении и только читать элементы. Ну, это как бы ядро шаблона итератора. В конкретной реализации, конечно, что более интересно, во-первых, более интересно с точки зрения собеседования, получения зарплаты, ну, и вообще программирования. Потому что чистая книжка, зачем нам? Что мы можем запрограммировать? Какие у нас инструменты уже есть в CDK? Ну, InFoodStream, фактически в чистом виде итератор. Read, 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 получили минус один, все, данных нет. Итератор, у него есть has next next, чтобы двигаться в одну сторону, а есть еще метод RList-u, то есть я могу двигаться и удалить. В Java коллекциях у итератора есть наследник, тоже интерфейс, есть лист итератора, который может двигаться в одну сторону и может двигаться в другую сторону. Data Input интерфейс для чтения примитивных типов данных. У него есть методы readint, readdouble, readboolean. Reader, то же самое, что InputStream для массива байтов, разорсет, это второе название итератора, даже по книге, это курсор. Разорсет, это такой тип данных, который получает, если при помощи GDBC посылаете в базу, например, select, она вам возвращает результаты. Проблема, в общем-то, в том, что непонятно, как вернуть. Непонятно, что вернуть. Потому что у нас, фактически, нам вернули таблицу, в которой непонятно, какие колонки, в зависимости от какой был SQL, непонятно, сколько строк, может быть, сотни миллионов. В этом возвращается результат, который, скажем, в минимальном случае позволяет, ну, если я поставил запрос на select, да, вас на выбор, получил какую-то таблицу. Тут у меня там ID пользователя, тут его там имя, а тут что там прижой, дереварщик, у меня точно. Последний товар, который он купил, который дороже, чем в 1000 долларов. Его ID. Вот. В таком случае, нам он начинает развал сет, это фактически указательно на строку. У него есть метод next, который перебрасывают, и можно читать очевидные. Дальше. Конкретно, если посмотреть на развал сет, он достаточно жирный, то есть если то, с каким конструктором мы его создаем, ну, он там через фабрику создается, то его можно двигать в одну сторону всегда, в другую сторону, по-моему, из произвольный доступ, по-моему, нужно удалять элементы, по-моему, он даже обновляется, если база данных обновляется. И он даже переживает коммит при определенных флагах. Основная идея, что итератор, это, скажем так, редукция такой конструкции, как массив. Если так подходить, то программирование, ну, есть, GDK становится намного проще. Итератор, когда мы читаем множество байтов, это input stream. Если мы хотим в одну сторону один раз писать данные, то есть у нас тоже не random access, а последовательный доступ, но только запись. У нас будет класс output stream, в writer, data output. Здесь нет. Какого совсем дуального. Например, при работе с файлами у нас порождается что? Для чтения вот так. У нас есть файл, input stream. Один раз прочитать все байты из файла в одну сторону. Нулевой байт первый, второй, третий, четвертый, четвертый кончились. Для записи. У нас есть файл output stream. Для однократной, последовательной записи. Но оказалось, что файлы, в принципе, похожи на байтовые, на массивы байтов, потому что, в принципе, они операционной системой контролируются. Вот они все. Поэтому, чтобы это сделать, в GDK добавляют класс random access file. Тип, который представляет собой, то есть, при котором, фактически, можем файл рассмотреть как байтовый массив. Хорошо. Да, почему делают редукцию? Например, input stream, да? Я хочу читать что-то из интернета. Я пишу new URL, open stream, давай, new URL, там, www.google.com, open stream, получаю input stream. То есть, надо понимать, что внутри, на сервер пошел запрос get. И оттуда начал поступать поток байтов. Что вообще говоря, на www.google.com ничего записать я не могу. Я могу дать им аргументы, но вообще говоря, страницу перезаписать я не могу. Я могу прочитать, как бы я туда послал, читаю, поэтому мне нужно только чтение. Второе, сам по себе интернет так устроен, что мне последовательно приходит пакет из байтов. То есть страница, Google выделил мне страницу ответа, это HTML, вот, ее как-то в TCP IP положили, получили, получили, например, 5 килобайт данных. И вот они пошли по пакетам. То есть, я вообще, я не могу сказать, что, в общем случае, что я хочу последний байт вашего ответа, или средний байт вашего ответа. Мы посылаем на Google запрос, get, а то начинаем получать поток байтов. То есть, в данном случае, я хочу 18 байт, как-то странно звучит, ну, сетевая карта не одобрит, то есть, в любом случае, это будет эмуляция. Данные приходят последовательно. И поэтому, вот, input stream идеальным, например, как абстракция, когда я посылаю get, а назад получаю input stream. Ты можешь только читать, только в одном направлении, и учить это только один раз. Сетевая карта, по большому счету, данные не помнит. Хочешь помнить, хочешь иметь байтов в России, запоминай сам данный. Но если мы качаем гигабайтный фильм, то какая бы там память у сетевухи не было, она не помнит весь фильм. Но она может помнит последние несколько сотен килобайт, может, мегабайт, не память, но зачем я говорю, ну, допустим. Хорошо. Да, смотрите, шаблоны, это достаточно высокоуровневая тема. Просто суть в том, что если одновременно учить шаблоны и Java Core, то Java Core и вообще Core любого объектно-ориентированного языка, языка, в котором есть объектно-ориентированность, есть мультипарадиктные языки, где не только ООП, ну, а еще пишут еще и все. Скала является ООП-языком и функциональным языком. Оказывается, что у любого языка, у которого есть ООП, все его, вот эта библиотека классов, не только стандартная, а вообще на самом деле любая, в любом фрайдерке, нанизывается достаточно понятная концепция. И оказывается, что не приходится запоминать 500 разных классов. И это действительно выглядит, как идиотизм, ну, там, когда в собеседовании вас спросили сигнатуру метода. Это так выглядит, пока эта простая проверка образует, если, скажем, классы стандартной библиотеки, у вас в голове высокоуровневая конструкция. Если образует, то вы можете предположить, какой там есть метод, какая у него сигнатура, как он себя должен вести. Если он не нанизывается, вы просто зубарите, как ответы по истории Украины. То есть, куча каких-то дат. Первый не писал, второй не писал, третий не писал. Вы это учите сейчас? Ну, учите, мы же, наверное, независимая страна. То есть, какой там ужасный набор фактов. Если подходить с точки зрения шаблонов, то стандартная библиотека не выглядит как ужасный набор разных классов. Она выглядит, как набор инструментов для решения проблем. Шаблоны – это 23 эталонных проблем и решения. Там поставлена проблема, и она решена. И, соответственно, если вы это понимаете, это означает, что вы понимаете ООП, а дальше приходите в стандартный библиотек и смотрите. Ага, я хочу читать файл. Какой шаблон использует решение файла? Я хочу сделать запрос в интернет. Хорошо. Я хочу иметь какую-то хитрую коллекцию. Хорошо. На, поточность как реализована? Так, какие конструкции есть? Так, следующее. Тройка, двойка. Стратегия стоит. Да. Книга по шаблонам – это, пожалуй, одна из самых популярных книг по программированию вообще. Наверное, входит в десятку самых цитируемых и самых читаемых. И, наверное, входит в пятерку самых важных по объектно-ориентированным языкам. В десятку по языкам вообще, в пятерку по объектно-ориентированным языкам. Вот. Поэтому это непроизвольная книга, из которой мы берем произвольные главы. Пара стоит состояние, стратегия. В чем заключается состояние? В том, что рассмотрим, где мне пришлось столкнуться. И такой пример, да, привык. У меня есть класс покет. Да, мы пишем электронное казино. Мы ничем не брезгуем, деньги не пахнут. Класс покет. Да, и у него есть некоторый метод. То есть у меня на сервере, когда человек заходит на вью-часть, выбирает, переводит деньги, залогинился, и говорит, хочу сыграть в покет. У нас там 200 игр на сервере. Вот именно в техаске холдом какой-то там вариаций с какими-то там побряточками. Обычное казино, это много. И выбирает. Мы создаем ему экземпляр игры. На сервере существует экземпляр игры. Храним в базе, не храним, не важно. От клиента приходит запрос, он говорит, тяну карту. Приходит запрос, тут колода карт. Раз, оп, выдали карту, отошла. Пришел следующий запрос, он говорит, беру еще карту. Мы с рэндом выбрали карту, послали. Ходим так, пасует, хоп, хоп, в конце мы ему говорим финиш. Он на кнопки нажимает, приходит запрос, система говорит, финиш, все, ты день не хочешь, ты проиграл, партия закончена. Как это можно красиво запрограммировать? Смотрите, немного как бы к теории графа. Да, вот у меня есть какой-то граф. В общем-то, все такие пошаговые игры стараются зарисовать в виде графа. Ну, для покера граф небольшой. Для шахмат, понятно, граф огромный. Я не веду пошаговые старты. Я им ду игры крестики-нолики. Игроки по очереди делают ходы. Вот. Я не буду конкретно рисовать для крестика-ноликов, для покера, ну, в общем, можем сказать, что есть какие-то состояния. Это там финально. Все. Кто-то выиграл, по-моему, смысл. D и D штрих. F штрих, F два штриха. Если попали сюда, значит, я выиграл. Сюда он выиграл. Это, допустим, начальное состояние. Попадаем сюда. Ну, и дальше мы делаем какие-то выборы, например, если я послу, попадаю сюда. Если беру сюда, попадаю сюда. Артур. И как-то получается, что я могу какие-то направляются переходы. Да, допустим, так. в данном случае граф переходов. Человек пришел, взял карту или что-то еще сделал, удвоил ставку. И потом, допустим, крутится. Он ходит, я хожу, что-то такое происходит, происходит, происходит. Финальное состояние. Потом взлоп, деньги кончились. Бак, значит, он проиграл. Все деньги потратил. Да, то, в общем-то, смотрите, как обычно записываются графы. По-моему, инфункт называется матрица инциденции, наверное. Как можно делать? Можно взять и написать все состояния. Какая матрица состояние на состояние? Да? А, В, С, В, Ф. А, В, С, В, Ф. И здесь А, В, С, В, В, И теперь, фактически, если из А в А нельзя перейти, у нас нет такой стрелки. Допустим, будет, значит, тут единица. Из А в В можно перейти? Можно. Из А в С можно перейти? Можно. Из А в Д можно перейти? Нельзя. Из А в Ф нельзя. И начинаем там. Из С куда можно перейти? Из С можно перейти только в Т. Единица это просто там, где есть ребра. Естественно, что с точки зрения программиста там какие-то условия перехода или что-то, что должно произойти. Ну, какой ответ надо поставить клиенту, например. Какие данные от него можно воспринимать? Надо ли сохраняться в базе данных? Надо ли начислять ему деньги? Но сама суть, что можно мыслить вот так, что фактически у нас здесь граф состояния огромный и у нас здесь огромная то есть каждая вот эта штука это фактически какая-то метод, наверное. Спасовать, когда на руках больше, чем две карты. Потянуть еще одну карту, когда на руках нет карт. И там что у нас сделать? Да, в чем здесь проблема? В том, что эта матрица здоровенная, она охватывает, на самом деле, если мы так думаем, то, видимо, это методы какого-то одного здоровенного класса. И у нас количество методов, в общем-то, квадратичных количеств состояний. Если у нас 25 состояний, то у нас получается 625 методов. Да, понятно, что не все переходы есть, но пусть будет 200 у нас методов. Очень как бы плохо, то есть это нереально написать и там тем более нереально отслеживать ошибки. И хуже всего, что эта вещь вообще почти невозможна изменить. Если вы однажды ее когда-то написали, отладили на работе, все хорошо. Прибегает заказчик, и говорит, что мы ошиблись, этих двух состояний нет, есть такие пять состояний. На самом деле нельзя тянуть карту, если ты уже два раза тянул, потом пропустил, опять потянул. Ты такой, о, за голову. Можно записывать это по-другому. Как можно записывать? Это как бы объектно-ориентированный стиль. Мы рассмотрим маленькие куски, отдельные вершины. И не будем хранить здоровенную матрицу, будем писать так, что из А можно пойти куда? А, В, С. Из С можно пойти в Р. Из А начинаем нельзя пойти. Из Б еще можно пойти. Ну, вот так и записываем. Это, скажем, более объектно-ориентированный стиль. Да, все будет на видео, все будет на эфире в течение сута. Пишите, не пишите. Сможете посмотреть. И так, мы практически сказали, что нашим объектом, как бы элементом нашей гранулярности будет вершина. Не весь граф в целом, а одна вершина. Тогда, во-первых, человек пришел и говорит, нет, 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 в Б мы можем спасавать и все останется по-прежнему. У нас появится такая стрелка. То, мы просто говорим, так, эта стрелка касается только Б. Мы берем только Б, эти объекты мы оставляем. И добавляем у него, что есть переход с Б на Б. То есть, нам надо переписать только эту сущность. А теперь делаем, то есть, у нас в данном случае мы как бы заребли состояние. То есть, ООП заключалось в том, что мы порезали все на небольшие сущности, у которых есть состояние. то есть, у них будет какой-то класс, у них будет, видимо, общий предок, наверное, состояние или вершина графа, и у них есть возможность, куда уйти. Да, то есть, вершина Б помнит, только куда можно уйти из вершины Б. А теперь мы идем дальше. Мы говорим, подождите, мы можем построить снаружи такой здоровенный автомат, который будет всем этим владеть и распоряжаться, который будет смотреть, так, мы перешли вершину Б. Вот правило для вершины Б. Зайдет, возьмет Б. То есть, это пассивные штуки, да? Как, собственно, граф, пассивная штука. Есть такие сети Петри, не знаю, что такое, мы читали, жизнь никогда не пригодилась, но похоже на, допустим, активная игра. Давайте сделаем вот так вот, то есть, не будет никакого божества, которое отслеживает текущее состояние игры и что-то делает. Давайте их сами и сделаем активным. То есть, пусть вот эти штуки не только знают, куда ходят, но будут активны. И тогда у меня получается, если ты маркер активности, и он просто проверил. Вершина А получила какой-то запрос от клиента, он там нажал какую-то кнопку «Пассует». Она значит, в этом случае, если человек пассует, мы остаемся в А. Хорошо. А если нажал кнопку «Удвоить ставку», то вершина А знает, что когда удвоить ставку, тут видите правила, то мы переходим в состоянии Б. Теперь противник должен либо удвоить ставку, либо зачисливать. Допустим, я правила по коленнам. «Писал ли он?» Вот. Но в таком случае, да, если места переходим в Б, А должна сама передать направление в Б. И теперь следующий вопрос от клиента напоет вершину в Б. И она должна решать. то есть в данном случае, скажем так, ну из бытовых аналогий, то есть можно как бы религиозная версия мира, что есть Бог, он все понимает, и у нас есть текущий президент. Он нам за что-то достался, мы, видно, где-то нагрешили. Нам дали этого президента. Если мы исправимся, то некоторое верховное существо проанализирует ситуацию, мы грешили, но не сильно, поэтому Янукович не прошел во второй этап, выиграли другого года. Вот. И теперь раз в другой. Да? Все сложно реально. То есть быть Богом очень сложно. Надо анализировать все. Можно сделать по-другому, что на самом деле Бога нет. И этот текущий президент решает остаться ему или уходить. Да? Как Борис Ельцин. Сидел, 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 сидел. Потом говорит, все, я устал, я ухожу. И он полностью власть передает следующему. Он выбрал следующего. Тут он свободен. Он говорит, будет Путин. Все. После этого он теряет власть. Никакого Бога нет. Мы никем не наказаны. Просто один президент фактически передал власть другому. Ну, он может пассивно, конечно, проиграть выборы, и кто победит. Может устроить военный переворот и там владеть страной 50 лет. То есть он просто решает куда мы переходим дальше. Если он переходит, если мы теряем его, то полностью власть получает следующий. И он распоряжается как хочет. Теперь он волен, например, остаться на еще один срок, остаться, да, пас, пас, пас. Или это переход хода. Раз, ты взял, кого-то выбрал. Путин выбрал Медведева. Бах, у нас Медведев. Ну, тут модель нова, конечно. Медведев еще выбрал, остаться, у нас переход хода. И так, а теперь реализуем этот решитель программирования. То есть как шаблон стейт выглядит, когда мы прогрессируем. Да, шаблоны, это, в общем-то, конструкции для объектно-ориентированных языков. Если у вас язык не объектно-ориентированный, какой-нибудь там, паскал или си, вам просто придется сделать несколько шагов, чтобы дойти до него. То есть у вас не будет встроенных средств языка. В некоторых языках шаблоны фактически являются частью синтаксиса языка. Там для людей даже глупо рассматривать это. Зачем писать целую книжку в очистных вещах? Итак, смотрите, у нас есть класс покер. И у него внутри будет экземпляр класса, например, покер стейт. Который в начале мы сразу должны минициализировать, когда мы живем конструктор покера, мы находимся в начальной вершине. Какой-то там, не знаю, старт стейт. Ну, тут ню, конечно, у нас есть. А теперь у класса покер будет метод какой-то, например, там, не знаю, один шаг, как будет, степ. Как будет один шаг? Ход. Так, наверное. Да нет, это туда масса. Это, наверное, надо бы нагасить. Ну, ладно. Мы получим какой-то request и вернем какой-то рестл. То есть, мы в начале создаем экземпляра покера, экземпляр класса покера. Потом, когда приходит запрос от клиента, мы его прям весь сгребаем, он там будет, XML-лину пристал, например, лечит сон. Мы прям берем его и даем экземпляру покера. Наш сервер разобрался, что это Иванова, он играет сейчас в эту игру, вот экземпляр, Иванова сопоставил. Взяли полностью его данные, дали экземпляру покера. На, ты разбирайся. Тебе с клиента пришел XML. Что здесь делать? Получается следующее. Мы пишем, что result равен мы запрос передаем состоянием. State step отдаем ему реклесс. То есть чистое делегирование. У покера есть поле покер state. Когда надо обрабатывать запрос, нам приходит запрос, он говорит, давай, ходи. Мы запрос просто передаем состоянием. Нам вызвали степ, мы вызываем степ на него. нам дали RQS, хотят RESTLESS. Мы дали RQS состоянию, но вернула RESTLESS. Мы вернем RESTLESS. Сейчас у нас вообще голое делегирование, никакого смысла в этом нет. Покер, вместо того, чтобы играть, полностью задачу передает своему состоянию. То есть такое бессмысленное делегирование, только увеличивает степ вызов. Но сейчас мы делаем важный момент. Смотрите, у класса state есть на один метод больше. У покера самый главный метод. Ходи, 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 мы говорим, ходи. Оп, ответ. Давай, давай, давай. Смотрите, мы делаем. State равно State next. мы с состоянием дали запроса пользователя. Говорим, ты начало игры. Запрос нажал вот такую кнопку, вот тебе надо, и тут нажатие кнопки. Состояние говорит, ну, если начало игры, и пользователь нажал эту кнопку, значит, он хочет, чтобы начальная ставка была 100 рублей. и он генерил какой-то ответ. Типа, ок, ставка принята. Или, например, извини, у тебя на счету всего 75 рублей. После этого, если у состояния вызвать какой-нибудь метод, типа next, то оно назовет следующее состояние. То есть поле само говорит, кем себя заменить. Если, например, человек писал, хочу 100 рублей, начать со 100 рублей. Состояние генерило, ок, принято. Теперь мы в состоянии говорим, что дальше? Она говорит, это уже не начальное состояние. Мы генерим следующее состояние, например, игра на счета, ставка определена. Теперь мы ждем, что он начнет выбирать карты, тянуть карты. Или надо, две карты просто так сдать. То есть важный момент. Вот тут у нас чистое делегирование. То есть это объемлющий класс. Просто-напросто, когда ему дали запрос, он дал своему состоянию. Но потом состояние должно само сказать, оно не активное, то есть активная внешняя штука, но она вызывает, говорит, состояние, на кого тебя заменить? И состояние должно сказать, на кого его заменить. Получается такая модель конечного автомата. То есть приходят запросы, снаружи у нас один тот же экземпляр Покер, только внутри как-то проворачивается. И совершенно по-разному реагирует на запросы. Так. Еще раз повторюсь, потому что сейчас смотрим на стратегию. Шаблон, скажем так, очень схожий, но все подробно. То есть при шаблоне состояния пытаются сделать следующий эффект, как будто есть какая-то штука. Она неизменная. Это наш класс Покер. Мы создали Нью Покер. Он создался. Мы создали там, дали ему что-то в аргументах, что он для Иванова, что лимит игры там 10 тысяч, что у нас там юзер платиновый, поэтому ему там можно какие-то трюки делать. Создали. И теперь, когда приходят запросы, эта штука генерирует ответы. У нас инкапсуляция. У нас один публичный метод, степ. Но этот Покер, вообще говоря, по ходу жизни ведет себя совершенно по-разному. Вначале, например, он отказывается сдавать карты, пока я не выберу ставки. Потом, когда выбрал ставки, он отказывается повторно выбирать ставки, он требует, чтобы я взял карты. Потом, если я хожу-хожу, он вообще отказывается любое, что бы я его ни вызвал, я меня на степ, с любым запросом вызываю, и он меня сообщает, ты проиграл, все, сдавайся. То есть возникает ощущение, что там внутри что-то меняется. То есть его поведение меняется. Обычно как это делают? Обычно, ну это означает, что у класса, видимо, есть поля, и когда я вызываю методы, там поля меняются. И поэтому, когда я вызываю, например, тот же самый метод, а у них теперь объект по-другому возвращает ответ. Видимо, он в полях что-то изменил, что-то запомнил, и теперь по-другому рендерит ответ. В принципе, да, но если пойти еще дальше, то есть если мы хотим, чтобы очень сильно менялось поведение класса, то в таком случае мы делаем внутри сменную такую штуку. Запрос передаем этой штуке, она рендерит ответ. В какие-то моменты можем заменить ее полностью на другую. Причем благодаря инкапсуляции, то есть, инкапсуляция, скорее всего, эта штука лежит в приватном поле, и внешний пользователь не замечает, когда она меняется. С точки зрения ОПР. У нас есть экземпляр блокера, он постоянный. На него даже финальная ссылка. Но когда приходит запрос, у него какая-то часть меняется. Хоп, есть объект, у него приватные поля, и личные методы. Допустим, мы говорим, мы хотим, чтобы окер в какой-то ситуации годплосу заблокировал. Да что? Мы тут же добавляем поле буллин блокет. И везде пишем. И в блокет делай токер. И в блокет пиши, не буду работать. Вообщем, во всех методах, если методов было бы много, я во всех методах вначале пишу. И в блокет, когда-то кидай исключение, например. Иначе давай работай. Но с точки зрения шарфона стейт, я делаю новый стейт блокет. Такое состояние, которое в ответ на все вызовы генирует исключение. И когда мне вызывают заблокировать, я просто беру текущее состояние, выбрасываю гарпич коллектора и ставлю состояние блокет. У меня ифы, ну, исчезают ифы. Я не знаю, во множестве мест стоит ифы. Я ставлю такое больное состояние. Все, оно всегда кидает исключение. Фактически, всегда, когда у вас оказывается, что, допустим, у вас есть методы х, у, ну, ненормальные имена для метода будут, ф, ж и а. У вас есть методы ф, ж и а. И вы вдруг обнаружили, что они вначале выполняются какая-то некрасивая штука. У вас есть 10 внутренних флагов. И метод ф выглядит так. Если какой-нибудь там флаг, там, я не знаю, B0 равен true, и одновременно там, какой-нибудь еще там, больше синий, и тогда сделай то-то, иначе сделай то-то, иначе сделай то-то, иначе сделай то-то. И в этом методе, и в этом методе так. Получается, метод очень странно устроен. Когда мы вызываем метод, он долго рассматривает состояние, если у него там, этот, если у него на флаге true, false, он ведет себя так. Если false, true, так, true, true, так, false, false, так. То получается, что у нас фактически в одном месте 4 метода. Когда я вызываю метод F, он долго проверяет ситуацию по-разному действию. Вызываются разные блоки кода. То, возможно, тот случай, когда мне нужно сделать убрать булевские флаги. Сделать 4 состояния. State 0, state 1, state 2, state 3. Каждый из них включает кусочек кода. State 0 то, что когда у нас флаги были, например, false, false. Он отвечает так, как будто сейчас false, false. S1 как будто было в флаге false, true, true, false, true, true. И дальше моя задача в какой-то момент просто заменить одно состояние другим. Вместо того, чтобы хранить комбинации флагов, я храню специальное состояние. Ну, если провести аналогию с дискретной математикой, получается, что вот это у нас просто множество, элементы множества. А вот это попытка в каком-то алфавите элементы этого множества представить. Ну, например, состояние больше работать не буду. Ну, там, block, false, close, true, close, true. Больше работать не могу, но можешь меня еще закрыть. Close, and false, block, and false. То есть, фактически, я пытаюсь в виде комбинации флагов записать целое состояние. вот это яркий пример, что стоит перейти прямо к состоянию. Стратегия. Похожий шаблон заключается в том, что мы какую-то часть хотим сделать сменой. Но в шаблоне state мы меняем состояние. То есть, фактически, берем пачку полей. Мы говорим, это пачка полей, мы вынесем в отдельный класс, и пусть он сам ей занимается. Я тому состояние передам запрос, он трендерит ответ. И потом я часть полей изменилась в другую часть полей. Меняя состояние. При стратегии мы хотим изменить часть алгоритма. У нас есть классный алгоритм, но какое-то место вина меняет. Как в покере, надо менять его поведение. Надо тянуть карту, не натянуть. А вот у меня есть алгоритм, то есть, есть данные, есть функциональность. Есть поля, есть классы, есть методы. В данном случае мы хотим, используем вторую часть, мы хотим менять функциональность. В джаве, в чистом виде, в общем-то, нельзя иметь кусок кода. Поэтому этот код, который мы хотим заменять, в общем-то, будет обернут в виде объекта. Можно менять только объекта. Я не могу кому-то передать, например, знак плюс. Классная штука, складывается ты, бери. Не могу. Хочу передать плюс, это будет метод add, да, который получит int, int и вернет int. Но в джаве даже методы, функций нет. Есть только методы, то есть, собственно говоря, функции, которые внутри объекта. Поэтому мне приходится иметь объемлющий какой-нибудь класс add. Ну, а тут надо написать return.blogx плюс u. То есть, я хотел бы только эту строчку. Но оказалось, что мне надо вернуть ее в метод, а метод должен быть внутри класса. J8 это пытаются поличить. На уровне виртуальной машины все-таки останется, мы добавили в проект это лямбзо. Там можно будет записать простой проект. Это костыль, но будет ощущение, что можно просто передавать строки коду. Вот здесь классная штука, она пользуется. Не оборачивая в метод и в класс. На уровне компилятора все равно тут все лепит. Итак, яркий пример шаблона стратегия это метод сортировки. Например, collections. Last Java Kill Collections. Не путать с collection. Collection это предок коллекции. Кадас S множественное число это набор утилит для работы с коллекцией. То есть, так есть класс Arrays большой буквы и класс Arrays. Arrays это для рефлексии класс для работы с массивами, а Arrays набор утилитарных методов для работы с массивами. В JDK несколько раз повторяется, когда берут что-то с буквой S это класс для работы чего-то без буквы S. Набор утилит. Так хранят. Collections. И тут есть метод сор. Мы даем сюда какой-то лист. И сюда можно передать. Что сюда можно передать? Кто знает? Компородор. Компородор? Василь. Не, лист уже дали, зачем Василь. А что такое компородор?